Чтобы задать тон, я сейчас вам расскажу о том, как волонтёры помогают учёным по всему миру, а позже вы услышите непосредственно о каких-то конкретных проектах от учёных, которые этим занимаются. Итак, начнём немножко издалека. В 2016 году несколько студентов одного американского вуза должны были защищать диплом, и для этого им нужно было собрать некоторое количество информации о растениях и животных. Они подумали, решили создать платформу, на которую любой желающий мог загрузить фотографии, связались со знакомым им программистом, он быстро создал для них платформу, и на этом, собственно, всё могло бы и закончиться, сколько студенческих проектов просто умирали, но эта платформа продолжила жить. Сейчас это самая большая база данных о биоразнообразии в мире. Это проект iNaturalist. Я не знаю, почему, у нас на слайде написано 26 миллионов. Видимо, когда-то мы запомнили это число. Сейчас на портале iNaturalist 55 миллионов наблюдений о живой природе. Когда-то в это же время развивается проект Galaxy Zoo, на котором учёные попросили волонтёров помочь им в классификации галактик по космическим снимкам. У них было очень много изображений, они не знали, как к ним подступиться, и решили, что волонтёры смогут им помочь. И только за первый год существования Galaxy Zoo 150 тысяч участников обработали более 50 миллионов изображений. И чтобы вы поняли, насколько это большое число, если бы этим занималось, например, 10 учёных в одной команде, и обрабатывали бы они в час примерно 60 изображений, то на то, чтобы охватить такое количество снимков, им понадобилось бы 28,5 лет. Если бы они занимались этим по 8 часов в день, делая только это, а волонтёры смогли сделать это за год. И где-то на Земле люди наблюдают за птицами в проекте E-Bird, и в 2018 году, по словам его создателей, на портале уже было около 500 миллионов наблюдений за птицами. Всё, о чём я сейчас рассказывала, это масштабные проекты гражданской науки, научного волонтёрства, именно о таких проектах масштабных и менее масштабных. Сегодня будут рассказывать наши спикеры. Я веду вас немножко в курс дела, что же такое гражданская наука. И буквально термин citizen science означает научную работу, которую проводят люди без специального образования вместе с учёными или под их руководством. То есть это любое участие непрофессионалов в науке, которые не обладают специальными знаниями или навыками и каким-то образом делают вклад в науку. Поскольку этот термин довольно новый, само явление не ново, но вот как какая-то сфера научной жизни, оно вошло достаточно недавно. Например, то определение, которое вы видите на экране, вошло в Оксфордский словарь в 2014 году, то в этой сфере есть некоторые споры, что же относить к гражданской науке, а что нет. В широком смысле к гражданской науке относятся проекты, в которых волонтёры могут быть объектами исследований или носителями информации. Например, они могут лежать в томографе, заполнять опросники, сдавать кровь, давать интервью, участвовать в каких-то экспериментах. Но классическое понимание гражданской науки подразумевает, что волонтёры всё-таки выступают, как исследователи, они выполняют научные задачи, как это делают и делали бы учёные. То есть собирают данные, анализируют их или играют. В проектах, где волонтёры должны осуществлять простой анализ, всё строится достаточно просто, что логично. Волонтёрам нужно отвечать на простые вопросы. Часто это уже известный вариант ответов. Они смотрят на снимки, например, отвечают, какого цвета, что изображено, что здесь написано. В таком духе, как строятся подобные проекты. У учёных уже есть некоторый массив данных, какая-то база, и они думают, как же это всё обработать, как выцепить из всего этого то, что нам нужно, и решить наши научные задачи. Они разрабатывают алгоритм сортировки и инструкции для волонтёров, создают некоторый проект, в котором волонтёры могут участвовать. Волонтёры к нему присоединяются, анализируют данные, учёные после них обрабатывают, проверяют эти данные, и эти данные идут в основу исследований. На самом деле весь этот процесс может быть цикличным, массив данных может постоянно пополняться, и проекты могут быть даже бессрочными. Алгоритмы могут меняться. В общем, это такие проекты, которые с годом становятся всё масштабнее и масштабнее. Например, проект Galaxy Zoo, если память мне не изменяет, уже запущен в 15-й версии, и они становятся всё лучше и лучше. И примеры — это как раз Galaxy Zoo, который перерос в определённый момент в платформу Zoo Universe. Примеры проектов простого анализа также могут быть проекты по типу Sunnots, где нужно работать с архивными данными, смотреть на документы и выбирать, что там написано, как бы определять. Это могут быть проекты, в которых вам нужно наблюдать за объектами живой природы. Например, как вот в нижнем левом углу — это проект, где нужно наблюдать за лабораторными мышами и смотреть, как они двигаются, фиксировать их активность по времени. Или, например, наблюдать за пингвинами и отмечать, сколько их на изображении, сколько яиц, возможно, пингвинов там есть, сколько детёнышей и так далее. На самом деле, примеров гораздо больше, но вот те, которые мы решили вам продемонстрировать. Иногда бывает, что научная задача настолько сложная, что учёные не совсем понимают, как вовлечь в эту задачу волонтёров. Ведь как, например, заставить волонтёра заниматься моделированием генома? Ну так, чтобы он делал это непрерывно и постоянно помогал учёным. Как привлечь волонтёров в исследование нейронов мыши или что вообще можно сделать с волонтёрами и гистологической базой раковых клеток? Вообще, как это звучит? Это гистологическая база раковых клеток. И в какой-то момент учёные решают, что, возможно, мы сможем привлечь волонтёров в игры. И они представляют научную задачу красочно, завуалированно через геймификацию всего процесса. Например, проекты по типу iWire и Terna. В iWire вам нужно раскрашивать нейроны на плоскости по определённой инструкции, и при этом вы можете наблюдать результаты волонтёров, которые работают параллельно вместе с вами. И потом эта раскраска превращается в 3D-модель, с которой вы можете что-то поделать, пократить её посмотреть. И чем выше становится ваш уровень, тем сложнее фигуры становятся. И все данные, которые вы, казалось бы, просто раскрашиваете что-то, они поступают в базу данных учёных, и они потом работают над научной задачей. В проекте и Terna, например, она построена очень просто в плане вообще самого процесса. Это по типу 3 в ряд, что-то в этом роде, где вы соединяете по цвету, создаёте цепочки. Они тоже могут быть 3D. Выглядит она суперкрасочная, она суперзалипательная. Есть проекты по типу от UK Cancer Research. Например, у них есть проект, в котором вам нужно обеспечивать жизнь некоторых магических существ. Для этого вам нужны магические зелья. А чтобы их получить, нужно отвечать на вопросы. А вопросы как раз и зашифрованы, те самые вопросы анализа для учёных. Но при этом они скрыты, и вы не сосредотачиваете на них внимание. Они вовлекают вас немножко по-другому. Они не на первом месте стоят. А часто бывает так, что предыдущие примеры, которые я вам приводила, в них уже есть какая-то база данных. То есть что-то у учёных уже есть, им нужно с этим работать. А бывает, что у учёных нет данных, им нужно их собрать. И так они привлекают волонтёров для наблюдения, записывания, фотографирования объектов реальности в реальном мире. Нужно куда-то ехать, или, возможно, делать это в месте проживания. Зависит, конечно, от проекта. И данные передаются онлайн напрямую исследователю или, возможно, производятся вместе с исследователем. Что бывает? Какие примеры? Например, проект COAST, где волонтёрам нужно буквально гулять по пляжам и следить за прибрежной зоной, отмечать активность морских птиц. И если волонтёры находят тело мёртвое морской птицы, то он отмечает, где он его нашёл. Приезжают учёные, которые курируют определённые территории. И по птицам они определяют экосистему вообще, какое у неё состояние. Потому что морские птицы — это маркеры прибрежных зон, насколько я читала в этом проекте. Проекты по типу Sain Safety, где вы передаёте данные о том, как вы себя чувствуете в определённом районе. Если вы чувствуете себя небезопасно, то почему? И на основе данных, которые передают волонтёры, создаётся карта. И учёные, социологи, урбанисты могут повлиять на качество среды городской и сделать так, чтобы все районы были безопасны. Или исследовать, а почему, собственно, какие факторы вызывают вообще чувство небезопасности. Есть абсолютно феноменальные проекты по типу Flora России. Это проект российский на платформе iNaturalist, который развивается просто семимильными шагами. Сейчас у них почти 900 тысяч наблюдений. Почему это важно для России? Ну, кроме очевидного, что это исследование, в России, ну, про проект Flora России, я предполагаю, вам сегодня расскажут поподробнее. Но собирая данные, волонтёры передают их не только учёным, они передают их для, например, актуализации Красной книги. Красная книга в России является документом защиты биоразнообразия. Поэтому это важно не только с точки зрения исследования, но и вообще экологии и защиты вашей окружающей среды. Есть проекты по типу Iron Water, где вам нужно фотографировать воду. И это такой, я бы назвала его проектом, который скрестил себе несколько типов. То есть вы фотографируете воду и там же классифицируете, какого она цвета с помощью специального индикатора. И данные собираются для исследования учёным, соответственно. Но вот те примеры, которые я вам привела, это примеры по работе в поле, но без видимого участия куратора и как бы опосредованно. Но гражданская наука в поле, она, соответственно, может проводиться и с учёными, когда вы его видите, работаете совместно и становитесь частью большой, возможно, команды научного исследования. Например, в проектах по лингвистике, о чём сегодня будет выступление, волонтёры могут помогать учёным становиться некими проводниками в ту среду, которую они будут исследовать, помогать найти людей, которых нужно опросить, помогать брать интервью и не только. В проектах по археологии, соответственно, люди могут принимать участие, работать руками или классифицировать какие-то объекты, в общем, становиться частью вот этой большой экспедиции. В орнитологии, например, или работе в заповеднике, исследовании биоразнообразия, волонтёры тоже становятся частью комьюнити, которая работает с объектами живого мира вместе под руководством учёного. Почему волонтёры вообще этим занимаются? Ну, очевидно, что это любопытно, это интересно. Наука — довольно закрытый мир, его высокий порог входа, не каждый может заглянуть туда, и, возможно, даже если заглянет не всё, можно понять. Проект гражданской науки строится так, что любой, не обладая специальными знаниями, может прийти и поучаствовать, и действительно нести вклад в науку, и повлиять на реальный мир, и на то, что происходит вокруг. Проекты научного волонтёрства важны для тех, кто не может определиться с тем, что хочет заниматься, хочет посмотреть изнутри, как это происходит. Это помогает студентам, школьникам с профориентацией, и в проектах научного волонтёрства, если... то в любых на самом деле вы получаете новые навыки, те, которые вы другим способом, возможно, и не могли бы получить, или они бы затратили больше времени. И что важно в онлайн-проектах, и на самом деле архиважно в проектах, когда волонтёры работают в поле, это объединение с людьми с похожими ценностями. Когда... Я думаю, сегодня об этом тоже упомянут, когда волонтёры едут вместе с учёными в экспедиции, это совершенно другой мир, который создаётся вокруг определённой группы, появляются свои шутки, секреты, исследователи рассказывают вам какие-то тайны своих научных исследований, возможно. И это важно с точки зрения своей ценности и значимости, когда вы становитесь ценными не только просто для науки, но и для каких-то отдельных людей. Зачем это учёным? Ну, помимо дополнительных ресурсов в плане экономических, ресурсов за затраты времени какой-то, да, вот как мы вспомним, что учёным из Galaxy Zoo, например, понадобилось бы 28,5 лет, если бы они делали всё вручную. Проекты научного волонтёрства помогают популяризировать науку, потому что порог у входа невысокий, можно много чего узнать, обогатиться. Учёным в таких проектах нравится общаться с волонтёрами, они к ним расположены, и это такой взаимный обмен знаниями и эмоциями. И пополнение баз данных, соответственно. И всё вместе этот инструмент, такая большая гражданская наука, помогает учёным не то чтобы становиться лучше, но открывает для них новые пути исследований и достижений. И вот я вам сейчас рассказала, да, красивые слова о том, что каждый может принять участие. Наверное, у вас возникла мысль, но как вообще учёные доверяют волонтёрам? Они же ничего не умеют. Они же не знают, как правильно собирать какие-то данные, как правильно фотографировать, как они могут доверять им, что они там понатыкали, возможно, на экране, скорее всего, а вдруг это ложь, и они делают это ради шутки. Как учёные проверяют данные? Во-первых, они создают простые правила и инструкции. Так они могут быть уверены, что, пройдя определённым путём, количество ошибок волонтёров снизится. Учёные разрабатывают специальные алгоритмы, которые проверяют данные, поступающие в какие-то базы. Например, они устанавливают границы, выходя за которые, данные, очевидно, могут считаться ложными, и они отсеиваются в определённые выбросы. Если дело касается каких-то данных, которые передаются фотографии, возможно, звуки какие-то, то это, соответственно, геотеги, потому что учёные, очевидно, предполагают, что определённый вид растения, например, можно его найти только на определённой территории. И если это, допустим, там, где это не может быть, то они понимают, что это ложь. И, что важно, особенно в проектах масштабных, одно и то же изображение или какие-то данные оценивают несколько человек. Так тоже значительно сокращается количество ошибок. Есть ещё много таких углублённых правил, по которым могут учёные верифицировать, проверить свои данные, их истинность. Я не буду в них углубляться, это такие внутренняя кухня гражданской науки, но вы можете быть уверены, что просто так. Они не берут какие-то данные и не думают, что, о, вот они точно классные. Нет, они проводят над ними большую-большую работу. Кто же занимается вообще гражданской наукой в России? Большое количество учёных, и для того, чтобы вы о них узнали, для того, чтобы эти учёные могли запускать новые проекты и распространять, масштабировать их, существует проект «Люди науки». Мы были созданы в 2020 году при поддержке фонда президентских грантов, запускаем новые проекты с учёными, популяризируем научное волонтёрство, поддерживаем уже существующие проекты, развиваем инфраструктуру. Как мы это делаем? Мы создали портал «Люди науки» citizen-science.ru, на котором учёные могут разместить свой проект, привлечь волонтёров, связаться с нами, просить организационную методическую поддержку, мы оказываем её совершенно бесплатно. Размещение проектов на нашем портале также бесплатно. Мы можем помочь учёным запустить проект, помочь ему описать. У нас очень простая схема, стандартизированная, придуманная для удобства учёных и волонтёров. Волонтёры, соответственно, могут найти новые проекты, связаться с учёными, возможно, как-то углубиться в какое-то исследование, если им это интересно, и получать обратную связь от учёных. Мы создали также инструкцию, с помощью которой учёные могут создать свой проект с нуля. И мы ратуем за то, чтобы научное волонтёрство в России развивалось, становилось всё больше и больше учёных, которые пользуются этим инструментом, и чтобы волонтёры всё больше и больше включались в это. И мы все вместе работали над качеством научных знаний и масштабировали исследования российских учёных. Поэтому присоединяйтесь к нам. У нас есть соцсети, соответственно, у нас есть свой портал citizen-science.ru, на котором можно зарегистрироваться, подписаться на рассылку, например, если вам это интересно, найти интересные исследования. Если вы учёный, вам хочется создать проект, связывайтесь с нами. Мы открыты для новых предложений. На этом я могу завершить своё выступление. Собственно, всем спасибо. Готова ответить на вопросы. Яна, большое спасибо за выступление. Пока у нас нет вопросов от зрителей, я задам свой. Немножко попрошу прояснить. Вот если я как фоконтёр, я думаю, что все, кому интересно, зайдут на ваш сайт, но ещё раз, может быть, немножко проговорить подробности. Если я как фоконтёр захожу, нахожу какой-то интересующий меня проект, то дальнейшие мои шаги. То есть каким образом мне… То есть есть ли там контакты руководителей, то есть что мне делать? На нашем сайте информация о проекте строится определённым образом, то есть там описание. Есть отдельная вкладка «Что делать?». На ней описаны ссылки, по каким-то можно перейти, или если нужно связаться с учёным, то там обязательно есть его контакты. Мы специально создали такую структуру, чтобы просто зайдя на страницу проекта, можно было сразу без раздумий ткнуть именно во вкладку «Что делать?» и увидеть там. Всё довольно легко. Отлично. Спасибо. И ещё, опять же, прилетел вопрос. Видимо, подробнее уже немножко рассказать, как можно запустить свой проект по гражданской науке через ваш сайт. Сейчас у нас на портале пока ещё нет возможности создать, например, какой-то определённый… Ну, то есть нет конструктора, как, например, это есть на портале Zuniverse, но можно связаться с нами или воспользоваться инструкцией, которая у нас есть. Ну, во-первых, воспользоваться инструкцией, которая есть у нас на сайте, посмотреть её, почитать, определиться, что именно вы хотите делать. Если вы понимаете, если учёный понимает, что хочет точно делать проект, примерно представляет, возможно, концепцию или научную цель, это очень важно, можно связаться с нами, с проектом «Люди науки» и попросить проконсультировать, созвониться. Мы готовы, собственно, запускать вместе с учёными и потом распространять сведения об этом. Ну, в смысле, популяризировать проект. Вот. Самый лёгкий способ — это зайти, прочитать инструкцию и связаться с нами. Ещё один вопрос. Я, как понимаю, он связан с тем, что, собственно, кто может стать волонтёром, с какого возраста можно участвовать в проекте. Как понимаю, это могут быть разные проекты. Да. Там, если есть какое-то ограничение по возрасту, обычно там есть, кто может участвовать. Если там есть какое-то возрастное ограничение, или, например, ну, очевидно, что в экспедиции вряд ли могут поехать маленькие дети. Вот. У нас пишется тоже, кто может участвовать. Иногда есть определённые ограничения по территории нахождения, или, возможно, если это объекты исследования, то, например, нужно, чтобы у вас были определённые, не знаю, характеристики. Например, если это исследование по изучению состояния переболевших какой-то болезнью, то вы, очевидно, должны переболеть какой-то болезнью. Ну, то есть такая информация, если есть какие-то ограничения по участию, она тоже указана на портале. Это логично, да, потому что волонтёры не всегда могут понять, точно ли они могут участвовать. Мы об этом пишем. Вопросов пока нет, но я думаю, если они появятся, я, как понимаю, у вас на сайте есть какая-то обратная связь, где можно её написать. Да, конечно. Да, если вдруг ещё так получается, что волонтёры не могут найти какую-то информацию, или просто становится что-то неочевидным, это касается и учёных, то всегда можно нам написать. Всегда. А в любом случае, даже если вам кажется, что это глупый вопрос, пишите, мы на него ответим. Потому что это важно для нас. Мы запустились только в октябре. Портал как бы уже протестирован, конечно, но всё равно, возможно, есть какие-то огрехи, и мы хотим, чтобы он был настолько френдли, насколько это вообще возможно. Большое спасибо, Ян, за выступление. Да, мне тоже было очень приятно.